Идеальный металл. Такой, чтобы был легким и прочным. Не подвергался коррозии ни на воздухе, ни в воде. Был жаростойким, а еще ковким, пластичным. Хорошо поддавался механической обработке. О таком материале человек мечтал с древних времен. Когда же, наконец, обрел его, сумел преодолеть сверхзвуковой барьер и покорить космос. Его и сегодня называют металлом будущего. А имя его — Титан. Титаны. В древнегреческой мифологии непобедимые дети первых богов. Удивительно, насколько хорошо нашему герою подошло название, что в 18 веке ему дал один из первооткрывателей. Немецкий химик Мартин Генрих Клопрот. А ведь тот даже не предполагал, что имеет дело с невероятно прочным металлом. Выделить его в чистом виде он не сумел. А примеси вроде кислорода, азота и углерода делают Титан хрупким. Так что почти до середины 20 века никому даже в голову не приходило, что когда-нибудь он станет важным конструкционным материалом. Но в 1943 году люксембуржец Вильгелем Кролл догадался, как получить металлический Титан высокой частоты. Он восстановил его из соли, тетрахлорида Титана, с помощью магния. До сих пор этот метод применяют для промышленного получения металла, в том числе и на этом российском предприятии, что является крупнейшим производителем Титана в мире. Как известно, Титан в чистом виде в природе не встречается. Но существует более сотни минералов, включающих Титан. Мы используем ильминит. Ильминит в основном состоит из оксидов железа и Титана. Титанистый железняк. Вот другое название ильминита. На предприятие он поступает в виде концентрата. И первое, что нужно сделать, избавиться от железа. Для этого ильминит смешивают с антрацитом, то есть с углем, который является восстановителем, и отправляют в печь на плавку. Температура внутри 1650 градусов. При плавлении в рудно-термической печи шехты, состоящей из концентрата и твердого восстановителя угля, происходит избирательное восстановление окислов железа до железа. А Титан, благодаря своему большему срослу к кислороду, остается в окисленной форме и переходит в шлак. На выходе из печи каскад форм изложниц. В них происходит разделение продуктов плавки на богатый Титаном шлак и железо, точнее чугун, который тут называют попутным металлом. После выпуска расплава из печи, каскад изложницы разбирается, изложницы переводятся на площадку для остывания. После остывания слитки вскрываются, передаются в склад шлака, где происходит их дальнейшее остывание и образование сыпучего шлака, который в дальнейшем идет на производство титан-содержащей шехты. Попутный металл при остывании перемещается на площадку складирования, далее передается потребителю для дальнейшей переработки. Основной состав шлака – оксид титана, который теперь нужно подготовить к процессу хлорирования. Его измельчают и смешивают с хлоридом натрия, то есть самой обычной солью и углем. А дальше эта шехта отправляется в химико-металлургический цех, где находятся огромные аппараты-хлораторы. Внутри – расплав хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. На их поверхность непрерывно подается шехта, а в нижнюю зону поступает газообразный хлор. А вы в 37-м были? Вот там все на виду, весь процесс, все красиво светится, горит. А у нас все не так. Процесс происходит в закрытом аппарате. Процесс ведется, так сказать, по приборам. Химическая реакция происходит в титановом хлораторе при температуре до 780 градусов. На выходе мы получаем технический тетрахлорид титана. И если диоксид титана – это твердое вещество, то технический тетрахлорид титана в обычных условиях – это жидкость. Ее очищают от различных примесей и по трубам подают в металлургический цех, где титан уже предстанет перед нами в виде металла. Второй компонент, необходимый для такого превращения – магний. Сюда его привозят в ковшах в виде расплава. Процесс восстановления идет в реакторе реторты нержавеющей, который установлен у нас в шахтную электропечь. Предварительно заливается расплавленный магний, подогревается до определенной температуры. И после достижения этой температуры начинает подаваться жидкость – это тетрахлорид титана. В результате реакции получается титан и хлористый магний. Периодически хлористый магний сливается, а титан накапливается в этом аппарате. Хлорид магния – это не отход. Далее его направляют в цех электролиза, где из него получают магний и хлор. Последний, как мы уже знаем, используют в хлораторах для получения тетрахлорида. А магний вернется сюда же, чтобы восстановить очередную порцию вот такого титана. Его называют губчатым, так как он имеет пористую структуру. Правда, прежде чем достать его из реторта, титан основательно очистили, удалив из пор остатки магния и его хлорида. Для этого применяют процесс сепарации, когда при высокой температуре, в условиях глубокого вакуума, все примеси переходят в газообразное состояние и покидают губчатый титан. Этот процесс занимает больше суток. После того, как блок титана губчатого извлечен из реторты, он направляется на участок выбивки. И с помощью специального инструмента отделяется поверхностная губка и кричный материал. Кричный титан губчатый – это титан губчатый, который обладает наиболее высшим качеством. Критца направляется на измельчение, на прессовое оборудование. И с помощью пресса измельчается два размера, приемлемого для загрузки в каскад кленовых и дисковых дробилок. А далее куски титана пройдут сортировку и контроль, после чего их упакуют в алюминиевые контейнеры, в которых они отправятся на другой завод. Там губчатому материалу предстоит приобрести привычную для металла форму слитка. Далее в программе. Чем хорош чистый титан, и есть ли у него недостатки? Зачем плавильщику перископ? Какой металл повышает жаропрочность титана? И сколько раз нужно переплавить слиток, чтобы он годился для авиации? Итак, теперь мы знаем, как получают чистый титан. Металл с замечательными свойствами. Он почти вдвое легче железа, при этом по прочности сопоставим со сталью. Твердость его выше, чем у алюминия, магния, медиа и железа. Титан не магнитится и не боится экстремальных морозов. Низкотемпературные стали становятся хрупкими при минус 100. А титан не разрушается при температуре жидкого гелия. Это минус 269 градусов. А еще он стоек. Коррозии. На воздухе, в пресной морской воде и даже в кислотах. В нормальных условиях не растворяется в царской водке, то есть смеси азотной и соляной кислот, перед которой даже благородное золото бессильно. А все потому, что поверхность титана защищает прочная оксидная пленка. Если мы повредили поверхность титана, повредив оксидную пленку на поверхности, она восстановится практически мгновенна. И продолжит защищать титан и сплав на его основе от агрессивного воздействия окружающей среды. Но все же у титана есть недостатки. Пожалуй, самая главная – высокая цена. Он втрое дороже стали. И это несмотря на то, что наш герой входит в десятку самых распространенных элементов земной коры. А все дело в сложном технологическом процессе производства. Еще из минусов. Титан может терять прочность при высоких температурах, склонен к абразивному износу и плохо работает на резьбовых соединениях. Однако практически все недостатки чистого титана нейтрализуются при легировании его различными металлами и создании сплавов на его основе. При этом достоинства многократно усиливаются. К примеру, введение алюминия резко повышает жаропрочность материала и снижает его стоимость. Помимо алюминия мы можем добавить цирконий, ну, в небольших количествах, и олово. Эти элементы обеспечивают при этом, сохраняют структуру плотно упакованную, в которую атомы медленно дефундируют. А значит, при повышенных температурах они не будут разбегаться и прочность не будет теряться, так как говорят, на пальцах. Вообще в технике применяют более трех десятков титановых сплавов. Есть мнение, что на сегодня они самые совершенные материалы из тех, что есть в распоряжении человека. Так что не стоит удивляться тому, что на заводе, куда попадает титановая губка, из нее в основном готовят слитки титановых сплавов, а не чистого металла. В самом начале технологической цепочки создание так называемых расходуемых электродов из титановой губки или гирующих добавок. По сути, это заготовки слитков. Готовят их в вертикальных гидравлических прессах. Всего тут пять таких машин, чтобы можно было делать электроды разных диаметров, но суть процесса одинаков. Автоматика отмеряет строго определенные порции титана и других металлов, а еще отходов титанового производства. Далее они смешиваются в шифту и засыпаются в цилиндрическую форму пресса, после чего их сдавливают с гигантским усилием в 250 тонн на квадратный сантиметр. Затем сюда поступают следующие порции шифты и все повторяется. Так, шаг за шагом, электрод постепенно растет в высоту. В зависимости от развеса, средний вес одной порции шифты 120-140 килограмм, соответственно, электрод 4,5 тонны состоит из 36-38 прессовок. Соответственно, за один электрод пресс делает 37-38 циклов, после этого электрод выдавливается и достается из-под пресса. Кстати, такая технология создания расходуемого электрода, когда используется лишь пресс, практикуется только в России. В других странах небольшие спрессованные элементы соединяют с помощью плазменной сварки. Но отечественной методикой дешевле, и хотя на вид электрод кажется довольно рыхлым, его прочности достаточно, чтобы он не разрушился до того, как окажется в дуговой печи. Именно тут его переплавят слиток. Причем все произойдет под вакуумом, ведь кислород и азот воздуха способны сделать металл хрупким. Печей у нас 48, 24 в восточном пролете, 24 в западном пролете. Средний цикл плавки составляет от 17 до 35 часов, поэтому каждая печь в данный момент времени находится на разной стадии. Какая-то печь плавит, какая-то печь загружается, какая-то печь выгружается. Цех работает в непрерывном графике круглосуточно. Электрод загружает в литейный комплект. Речь о медной водоохлаждаемой трубе с таким же поддоном. Главное на этом этапе отцентровать электрод так, чтобы зазоры между электродом и изложницей были равномерные, и он не касался стенок литейного комплекта. Затем всю конструкцию отправляют в печь. В печи внутренний объем вакуумируется, зажигается дуга между верхним торцом электрода и электрододержателем, наводится небольшая ванночка жидкого металла и простым соприкосновением производится приварка электрода к агарку. После этого дается время остыть, печь скрывается, осматривается качество приварки, убираются центровочные клинии, и дальше печь готовится уже к процессу плавления. Дальше внутренний объем печи вакуумируется, зажигается дуга между поддоном и нижним торцом электрода, постепенно поднимается мощность, электрод начинает сплавляться и наплавляется на поддон уже переплавляемый слиток. Хоть риски и крайне малы, но процесс может закончиться взрывом. Произойдет это, если вода, что охлаждает стенки литейного комплекта, каким-то образом попадет внутрь. Это в обычных условиях титан с водой не реагирует. Но тут он в виде расплава. Если они встретятся, вступят в бурную реакцию с образованием водорода и большого количества тепла. Плюс, если теперь сюда попадет атмосферный воздух, образуется гремучая смесь, которая может воспламениться от горячего металла. Все это может привести к разрушению печи. Чтобы этого не допустить, она оборудована 26 защитными блокировками. И главное, за процессом внимательно следит плавильщик. На мониторах параметры вроде тока плавления, напряжения и остаточного давления в печи. Но самое интересное изображение с перископа или камеры, что установлено на крышке вакуумной камеры. По центру титановый электрод, по бокам медная труба. Они не должны критически сблизиться, иначе дуга перебросится на стенку трубы и та может не выдержать тепловой нагрузки. По видеоизображению плавильщик контролирует дуговые зазоры, чтобы плавка шла штатно, чтобы ничего не выходило на стенку, не было никаких отклонений, падений и различных отклонений, которые он может контролировать визуально. Когда весь электрод сплавился, печь выключают, ждут несколько часов, пока слиток остынет. Выгружают, моют и отправляют на вторую переплавку. Титан, который идет на двигателе самолетов, плавит три раза. Далее в программе. Как может выглядеть рабочее место современного кузнеца? До какого градуса нужно раскалить титан, чтобы он стал мягким? Что общего у титановой заготовки и деревянного полена? И какие детали может делать самый мощный в мире гидравлический пресс? После плавления слитки поступают в кузнечно-прессовое производство, где в процессе механического воздействия улучшится внутренняя структура металла и изменится его форма и размер. Он превратится в полуфабрикаты, из которых потом будет удобно делать различные изделия. Слитки за несколько переходов, нагревы, ковка, охлаждение, это называется переход, за несколько переходов куются в нужный размер. Либо куются в билет, билет это пруток толстый. И вторая цепочка это производство слябов. Слябы это кубики, плиты толстые. Из слябов мы производим плоский прокат, из билетов мы производим всю остальную продукцию. От прутков до штамповок. Вот как выглядит превращение слитка в сляб. Даже не верится, что перед нами металл. Гидравлический пресс сминает его, будто имеет дело с пластилином. Принцип работы примерно как у автомобильного домкрата, только конструкция этой машины намного сложнее. И разумеется, она куда мощнее. Давит на слиток силой в 6 тысяч тонн. Максимальный вес заготовки, с которой может работать этот пресс, 15 тонн. А данный кусок металла гораздо меньше. Сейчас происходит расков титанового слитка весом 6 тонн. Расков, осадка, определенные манипуляции до операции зачистки. Промежуточный расков сейчас заканчивает. Он станет сляпом по прокатку листов и плит. Между прочим, человек за рулем машины, что подает слиток в пресс, а после забирает. Сляп не просто водитель, как можно подумать, а кузнец. Кузнецы управляют этими гигантскими коучными манипуляторами. Тут на прессе делают длинные заготовки под названием билеты. С английского, кстати, слово можно перевести как полено. И действительно, своим видом остывшие билеты несколько напоминают бревна. Даже цвет у них такой же. Дальше их могут напилить на меньшие фрагменты, из которых потом получат изделие методом штамповки или растянутых в прутки. А на этой машине уменьшается диаметр уже самих прутков. К слову, перед нами еще одно рабочее место современного кузнеца. Забиваю размеры в программу и отдельно манипуляторами, отдельно прессом, рычагами, педалями отправляю. Вот беру пруток с поворотного стола, ввожу размер, подъезжаю к прессу, настраиваю, чтобы ровно шло. Запускаю программу и наблюдаю, чтобы не было сбоев. Металл сейчас раскален до 900 градусов. Если он будет холоднее, то вот так просто деформировать его не получится. Однако ученые и технологи все время в поиске способов понизить температуру, при которой титановые сплавы становятся сверхпластичными. Промышленные титановые сплавы подвергаются сверхпластической формовке при очень высоких температурах. В процессе этого происходит активное окисление, соответственно, износ матриц. Ну, в общем, энергозатратный процесс достаточно. Понижение температур вот этой вот формовки является актуальной задачей. Ну, то есть это на 200-300 градусов ниже, чем в промышленности, которые применяются. Недавно в этой лаборатории МИСИС создали сплав, который становится сверхпластичным при температуре на 200 градусов ниже, чем это бывает обычно. Среди легирующих добавок никель, кобальт и эмалибден. Строго определенных количеств. Вот именно этот образец где-то 850, наверное, было градусов. Это не легированный, вот. А при легировании температуры мы понизили температуру где-то 650 градусов мы можем тянуть. Также подобные сплавы позволят снизить температуру обработки металла методом поковки и штамповки. Это когда с помощью давления получают изделия определенной формы, как сейчас. На наших глазах из заготовки выпрессовывают бублик, который после раскатают в кольцо. Мощность пресса 8000 тонн. Технические характеристики и пресса позволяют нам за один нагрев проводить множество операций до трех штук. Можно изготавливать штамповки, паковки, диски и прочее. Все, что идет в авиадвигателе. Кто-то скажет, ведь можно воспользоваться станками и просто выточить из того же билета нужную деталь. В этом случае, как минимум, получится слишком много отходов. Способы обработки металлов давлением этого недостатка лишены, при том, что позволяют получать изделия достаточно высокой точности. А уж их можно подвергнуть механической обработке на станках. В качестве примера как раз кольцо, из которого потом выточат деталь авиационного двигателя. А вот самый мощный пресс на предприятии. Он создает усилие в 75 тысяч тонн. Построили его в 1959 году, и он до сих пор в строю. Было развитие авиации в стране, и авиация потребляла алюминий большое габаритных размеров. Построили такой пресс, чтобы штамповать штамповки из алюминия габаритами до 4,5 метров длиной и шириной до метра. И где-то уже в 80-х годах начали перестраиваться на титан, и сейчас мы на нем можем штамповать штамповки из титана длиной до 6 метров и весом до 3,5 тонн. В основном это детали для фюзеляжей самолета, потому что сварными деталей делать нельзя, поэтому делать целиковые. В основном это конструкционные детали, шасси, самолет, шасси и фюзеляжи. Далее в программе. Что затрудняет мехобработку титана? Насколько длиннее становится слиток после прокатки? И почему титана облюбовали медики? Цех механической обработки. До того, как попасть сюда, титан побывал губкой, слитком, билетом, паковкой или штамповкой. И теперь здесь он наконец превратится в нужную заказчику деталь. Надо сказать, сверлить, пилить и фрезеровать титан дело непростое. Он склонен налипать на режущий инструмент, а еще способен растворять себе металл резцов и сверл. Чтобы продлить им жизнь, место контакта инструмента с заготовкой нужно охлаждать, что тоже нелегко, ведь у титана низкая теплопроводность, и для отвода тепла тут применяют сильно охлажденные жидкости. Для фрезерования они к тому же должны быть вязкими. Но даже так обработка ведется на очень низких скоростях, и на создание одной детали может уходить неделя. Это, конечно, если речь идет об изделиях внушительных размеров. К нам приходят детали после ковки, например, с весом 1200 килограмм, а уже при выходе из нашего цеха после механической обработки, то есть мы придаем ей полностью контур по всем соответствующим размерам, которые нам выставил заказчик, она из нашего цеха уже выходит килограмм 300-400. Вот сейчас мы с вами видим ту продукцию, которую производит цех. И если взять эту деталь, эту деталь и вот эту деталь, то это и будет являться комплектующими для шасси гражданских самолетов. Вот один из станков, на которых обрабатывают такие детали. Их вес может быть до полутора тона, длина более трех метров. В инструментальном магазине машины около 90 ячеек, подрежущий инструмент. И она способна с очень высокой точностью выполнять все операции. Но даже после такого высокотехнологического станка все детали проходят контроль геометрии. Контроль двигательная машина, пишется управляющая программа и уже по этой управляющей программе Щупер замеряет те точки, которые важны для геометрии, чтобы мы понимали в каком размере сейчас находится деталь. Самое большое, что мы делали, это примерно по протоколу, это 2500 точек на одной из деталей. 12 часов производился замер. Погрешность данной машины 6 микрон. Так мы проследили судьбу билета. А вот цеха металлопроката, куда попадают слитки, что расковали в прямоугольной заготовке под названием слябы. Здесь из них в частности делают прокат вроде плит и листов. Вот как из раскаленного слябы толщиной 30 сантиметров и длиной в метр получается плита толщиной 15 миллиметров и длиной в 30 метров. После плиту либо нарежут на небольшие фрагменты, либо будут использовать в качестве заготовки на следующем стане, после которого она выйдет еще тоньше и длиннее, превратившись в рулон листового титана. Этот стан оснащен двумя печами для подогрева рулона во время прокатки. После первого прохода прокатанный конец заворачивается в рулон в подогреваемую моталку. Задний конец проходит снова в другую моталку. И потом по принципу магнитофонной ленты за несколько проходов данный рулон превращается в 3 миллиметра, а длина будет уже 300 метров. Самый тонкий лист, что тут производят, три десятка миллиметра. Дальше уже фольга. Ее на предприятии тоже делают. А еще в соседнем цеху из листов производят трубы. Труба абсолютно полностью вся титановая. Она сваривается непосредственно вольфрамовыми электродами. Когда труба загибается, по кромкам непосредственно идет сварка. Таким образом кромки сплавляются. Самое большое отличие это стойкости к окислению. То есть где-то за 4000 лет титановая труба в морской воде теряет в среднем толщину человеческий волос. В основном ее применение в теплообменном энергетическом оборудовании и на атомных электростанциях. Впрочем, титан металл не только для промышленности и авиации. Сегодня его облюбовали архитекторы и создатели спортинвентаря. А главное для него нашлась работа в медицине. Титан биоинертный материал, который достаточно легко приживается, не отторгается организмом. И, собственно, наверное, из всех материалов наибольших подходит к имплантированию. Начиная от самых простейших там стоматологических, но я так говорю, что они простейшие на самом деле, они высокотехнологичны, до сложных имплантатов, которые замещают, скажем, реберные кости. Это пациент с дефектом черепа, и у него произошла авария, человек попал в ДТП и сильно повредил голову. Поэтому мы для него делаем титановую сетку, которая восстановит дефект. Сегодня в эту организацию обращаются клиники со всей России, когда пациенту требуется индивидуальный имплантат. Инженеры берут данные компьютерной томограммы и на ее основе создают реконструкцию утраченного фрагмента костной ткани черепа. Дальше эту модель отправляют на 3D-принтер, что печатает пластиком. И на основе такого полимерного образца уже слесари формуют сетку, что сделано из титанового проката. Впоследствии она идеально встанет вместо дефекта, заменив кость. врачу во время операции не требуется никак дорабатывать изделие, никак его дополнительно гнуть, что-то там с ним производить. Он может просто открыть череп, установить изделие, закрепить его винтами, закрыть, и все, на этом операция заканчивается. Дальше идет уже восстановление пациента. А вот принтер, что печатает сразу титаном, точнее, тонким порошком этого металла. Там, где проходят лазерные лучи, он спекается. В данном случае на выходе часть индивидуального протеза тезобедренного сустава. Из принтера мы получаем заготовку подобного типа, которая в дальнейшем отдается на производство, убираются все поддержки, она немного фрезеруется, удаляется все лишние материалы, и она доводится до идеала, чтобы в дальнейшем ее можно было поставить человек сонной операцией, что делают с использованием распечатанных индивидуальных имплантов довольно редки. Но ученые и инженеры уверены, настанет время, когда подобные медицинские технологии будут считаться самыми обычными, и все это благодаря Титану, металлу будущего.